привет друзья у меня на канале уже получился целый раздел в котором я показываю и рассказываю о том как ухаживать и восстанавливать обувь из различных материалов таких роликов накопилось уже достаточно много вот ко мне обратился мой друг с просьбой помочь ему на йогсе он приобрел за 400 долларов вот такие вот кеды от этим аналис и буквально после пары тройки обуваний у этих кроссовок начала слазить краска смит соли сначала она очень сильно пожелтела потому что она была однотонной стой которая нанесена на корпус кроссовка а потом стала облазить и вот я постараюсь с этим что-либо сделать и как в известном анекдоте есть два пути 1 это полное удаление краски как с корпуса так и смит соли и кеды уже будут не стильные с оригинальным дизайном а просто черные кеды но к этому варианту всегда можно вернуться поэтому я попробую второй путь сначала я удалю всю пожелтевшую и облизающую краску а потом попробую воссоздать эти полоски ну что ж посмотрим что у меня получится поехать эти кроссовки были заказаны в магазине йогс их ритейл ценник был 390 долларов потом были скидки но за сколько их приобрел вдруг я не знаю но факт остается фактом качество нанесения краски отвратная она пожелтела и начала облупливаться почти моментально вот вам элитная обувь за почти 30 тысяч рублей а мы тут насыпаем на качество ветра переизданий джордан бренд чтобы что-то делать нужно снять старую краску для этого я использую обычный ацетон я решил почти не трогать краску на коже она вроде держится и не шелушится с кожи уберу только явные косяки а вот смит соли нужно убрать полностью все работа оказалась непростая краска удаляется с трудом и не потому что хорошо держится а при контакте с ацетоном она превращается в какое-то подобие жидкой резины и плохо удаляется тряпкой при этом скатывается и размазывается пришлось пинцетом поддевать и удалять что заняло у меня просто уйму времени а вот что не подцепилось пинцетом уже удалял ацетоном и тряпочками коих ушло просто неимоверное количество так как они быстро пропитывали с краской и начинали мазать уже очищенные участки после того как все удалилось наношу базовую пропитку она же грунтовка от фирмы тарага и даю кроссовкам просохнуть в инструкции написано от 6 до 24 часов так как закончил я уже вечером оставляю шузы на сутки далее беру белую акриловую краску тарага смешиваю с мидлом гак 200 аналог ангелус хард это мидл для нанесения акрила на жесткие поверхности типа резины митсоли смешиваю в отношении один к двум то есть на 2 миллилитра краски добавляю 1 миллилитр гака размешиваю и начинаю красить цель повторить небрежное нанесение оригинала то есть не создать ровный и равномерный слой а как будто испачкать краской благо краска смидлом достаточно густая и получается кистью сделать нечто подобное на оригинал этакие разводы краска ложится довольно легко основной сложностью было сделать ровные линии делаю где-то два слоя на мицоль и слой на кожу чтобы закрепить новым слоем старую краску и и Субтитры создавал DimaTorzok Оставляю сохнуть все это дело еще на сутки Финишный шаг Нанесение финишера или закрепителя И у меня он тоже от фирмы Tarago Я о нем рассказывал в прошлых видосах О кастомизации 2010 жоршек, нозисов и адиков Если интересно, то ссылки на эти видео будут во всплывашке сверху Покрывая покрашенное финишером, вы закрепляете краску В результате чего она менее подвержена воздействию извне И лучше держится В данном случае я буду использовать финишер с матовым эффектом Так как в оригинале краска была матовой Все просто Макаете кисть и тонким слоем, не заходя на некрашенные участки, наносите После оставляем сушиться на сутки И все готово Вот он результат Ну что, получилось похоже на оригинал или нет? Ну что, друзья, результаты видели, кроссовки уже у своего владельца И он доволен Он сказал, что вообще не видит разницы между тем, как было и как стало Но мне же кажется, если смотреть на то, что получилось И, например, на фотографию, которая выложена на сайте То какая-никакая, но разница все же есть Но так визуально, в принципе, в глаза не бросается И, конечно же, мне очень интересно и важно ваше мнение о том, получилось у меня или нет Потому что можно сказать, что это первый опыт подобной реставрации Когда я делаю не для себя, а для кого-либо Объясню, в чем разница Когда я издеваюсь над своими кроссовками То я, в принципе, предполагаю, что может что-то пойти не так И я могу их испортить настолько, что их уже восстановить невозможно будет вообще никак Ну и держа это в голове, я приступаю к работе И, в принципе, готов к тому, что я могу потерять эту пару Ну и вообще, я такой человек, что очень бережно отношусь к чужим вещам И я очень не люблю просить какие-либо чужие вещи себе на тестирование Если речь идет о кроссовках Или там что-либо попробовать Взять какой-либо инструмент Ну вот как-то мне некомфортно использовать чужие вещи Потому что я боюсь, что могу их испортить Ну и в этот раз, работая с достаточно дорогой парой Я прикладывал максимум усилий, чтобы ее не испортить Но испортить я мог максимум кожу Потому что если бы я как-нибудь не так нанес краску Пока она свежая, ее всегда можно удалить Но хорошо, что все хорошо закончилось Вроде получилось более-менее Друг так вообще доволен А я получил еще один интересный опыт И на этой положительной ноте я с вами прощаюсь С ночи-бучи! С ночи-бучи! С ночи-бучи! Субтитры подогнал «Симон»